МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наказание за такое преступление до 20 лет лишения свободы. Мы не устаем повторять. Распространение наркотиков – тяжкое преступление, и наказание за него сурово. Меня зовут Юля, мне 27 лет. Нахожусь я в местах лишения свободы уже около 4 лет. Юлю задержали, когда ей было 23 года – начало жизни. Задержали за распространение наркотиков. Да, я делала закладки, за что я себя ругаю всё это время. Корю, но уже, к сожалению, назад ничего не вернёшь. Судимость, я судима. Я опозорила всю свою семью, своих родных, близких, тех людей, которые меня любят. Мне очень стыдно, до сих пор очень стыдно. Я сразу же признала свою вину, раскаялась содеянным. Суд учёл чистосердечное раскаяние и помощь следствию. И всё-таки это не спасло молодую женщину от колонии. 8 лет лишения свободы. Здесь, в неволе, она уже провела 4 года. Я не теряю надежды выйти, конечно, пораньше. Стараюсь своим поведением, отношением к труду показать, что я действительно исправляюсь. И надеюсь, что мне суд даст шанс выйти пораньше. Это мечты о будущем. А что было у Юли в прошлой жизни, до того, как она встала на роковой путь? У меня не было конкретной цели распространять наркотики. Мне просто деньги были нужны в тот момент. Потому что была сложная жизненная ситуация. Проблемы в семье, хотелось помочь родным. Ну, вот это, наверное, единственный выход, который я нашла на тот момент. В той свободной жизни Юля училась в колледже. Успела выйти замуж и развестись. А ещё мечтала посвятить себя работе с людьми. Ведь училась на социального работника. Будущая работа нравилась. Потом наступила чёрная, как ей казалось, полоса. Новую работу предложила знакомая. Уверяла, не опасно. Да и деньги-то лёгкие. Так впервые из Твери Юля поехала в Торжок. Не на прогулку, на работу. Там сделала первую закладку. Но мнимый лёгкий заработок вышел недолгим. Чуть больше трёх месяцев. Я знала, на что я иду, но как до конца не верила, то, что произойдёт со мной, то, что меня посадят в тюрьму, то, что меня заметят где-то. А как казалось, что это всё... Ну, очень, как сказать, как ты ходишь, как на ладони. То есть тебя все видят. И, по сути, сразу люди окружающие, да, замечают, что ты занимаешься чем-то не тем, и докладывают в органы полиции. То есть, ну, от этого всё равно не убежать от наказания. Так для Юли началась другая жизнь. В неволе. По ту сторону колючей проволоки у некогда домашней, тихой девочки остались любимая сестра и бабушка. Больнее всего, наверное, было видеть в письмах, даже это не в зале судебных заседаний, а вот письма от бабушки, да, что вот... Ну, я всегда была очень воспитанной, хорошей девочкой, училась на 4-5, и что как бы она не ожидала, для неё это был большой удар. И вот я, прежде всего, виновата перед ней, вот, виновата перед своей сестрой, что я сейчас не могу быть рядом с ними. Прежде всего, я наказала их, конечно, тем, что попала сюда и совершила преступление. Здесь в неволе Юля закончила 11 классов, выучилась на швию, живёт надеждой скорее вернуться домой, обнять сестру и бабушку и начать жизнь с чистого листа, навсегда усвоив жуткий урок роковой ошибки. Я бы хотела сказать, молодые люди, не губите свои жизни, не делайте опрометчивых поступков, за которые вам будет потом стыдно, а самое главное, не употребляйте наркотики, подумайте о своих родных и близких. Мы надеемся, что история жизни и преступления этой молодой женщины убережёт кого-то от роковой ошибки. Наркотики всегда несут зло, кем бы ты ни был, продавцом, покупателем или близким того, кто стал к ним причастен.